Здравствуйте! В одном из фильмов я показывал, как изготавливается вот такая приманочка бычок под каменщик. Настолько результативная и удобная приманка оказалась, что меня попросили изготовить приманку с огрузкой 12 граммов. Эта приманочка имеет в районе 7. То есть, если мы сделаем 7 и 7,14, добавим наши два кусочка. Для изготовления я использую огрузки. Вот такие остатки вольфрамовых электродов. Давайте приступим. В чем будут немножко заключаться изменения в вязании нашего бычка. Я немножко поменял огрузку и изготовление тела и хотел бы с вами поделиться. Крепим нить, промазав клеем цевьё, на том месте, где мы будем формировать нашу огрузку. Учитывая то, что я делаю приманку, чтобы шла крючком вверх, для этих целей я огрузку буду осуществлять снизу. Поэтому я беру два кусочка вольфрамового электрода и креплю их снизу. Один захватил, чтобы не убегал. И второй. Вот так. Как видно, я закрепил снизу два кусочка вольфрамового электрода. Теперь нам необходимо это все промазать хорошо клеем и промотать. Но для того, чтобы в дальнейшем мне достичь все-таки веса того, который меня попросили изготовить, я покажу вам немножко другую методику крепления. Я беру вот такой обыкновенный свинец и делаю вот такой бортик. С одной стороны и с другой стороны. Убираем. Подровняли. И теперь я это все буду закреплять одним цельным монолитом. хорошо промазывая клеем, стараясь так, чтобы мои свинцовые бортики не подмялись. мы хорошо промотали, пропитали клеем. И теперь я беру для крепления дополнительной огрузки. Закрепляю вот здесь снизу моих вольфрамовых электродов свинец и начиная осуществлять обмоточку в одной плоскости, стараясь так, чтобы у меня витки заходили наверх. Для этого я поставил вот наши свинцовые ограничители. учитывая то, что загиб крючка мы не можем сильно изменить, а значит мы не сможем с вами не должны ухудшить место для поклевки, значит мы должны проматывать по всей плоскости. Вверху, внизу перехватываем так, чтобы это было удобно, но не доходя до колечка сильно. Вот я считаю, что вот столько уже будет достаточно. Убираю остатки свинца, прихватив его, промажу все еще хорошо клеем. И для того, чтобы моя конструкция была более монолитная, я здесь просто положу сверху любой даббинг, который мне является как бы вспомогательным. Любой подшерсток, который я вытаскивал. Вот у меня имеется немножечко белого меха. Я его прямо вот так накладываю, чтобы он прихватился к клею. И начинаю после этого прихватывать все это моей нитью. Вот мы прихватили, подогнули наши усы, которые выполнили свою функцию. Промажем еще клеем и добавим еще даббинга. И сформируем тело для нашего будущего бычка. Пока клей окончательно наш не прихватился, я подготовил вот такой даббинг. Мы часть брюшка с вами изготовим из этого даббинга. Я беру хорошую щепоточку, переворачиваю крючок вверх, промажу хорошо клеем. Место крепления только-только у загиба. Считайте одна треть от загиба по цевью. Складываю его в такой удобный комочек и укладываю здесь же. Для удобства в некоторых местах я его отхвачу ниткой. Вот так. И вот так оставляем на месте загиба. Переводим нить в переднее положение. Пока ничего не трогаем. Я подготовил для вязания вот такой хвостик. В месте крепления я даббинговой иглой проделал отверстие. И теперь нам остается только лишь одеть нашу заготовочку на цевьё. Одели. Посмотрели. Вот приблизительно вот так будет выглядеть. Устраивает. Крепим обратно нашего бычка будущего. И на месте, где мы будем крепить шкурку, я немножечко подрезал мех. Чтобы мне было удобнее закрепить. Промажем цевьё. И наше тело. И теперь аккуратненько, так чтобы наша шкурка облегала правильно тело, прихватим здесь нашего бычка. Вот так. И оставим пока клей прихватится. Я убрал мех, чтобы мне не мешал. Подготовил даббинговую петлю. И из вот такого недлинного меха-писца я изготовил небольшую даббинговую. Вот такую верёвочку. Для того, чтобы мне было более удобно, я захватил её зажимом. И теперь мы изготовим с вами. И намотаем. Мы должны промотать, ну, хотя бы большую половину нашего тела. Чтобы переднюю часть головы мы изготавливали из другого меха. Вот мы сделали вот такую красивую даббинговую верёвочку. Теперь, не отпуская её, мы должны намотать. Для удобства я уберу нить основную. И перехвачу там, где мы с вами закрутили. Подравнивая все волоски в сторону загиба, начинаем делать намотку. Стараемся так, чтобы как можно меньше волосков у нас подминалось. плотнее, плотнее. Ну, вот как раз вышло так, что до района изготовления, передней части головы нам хватило нашей даббинговой верёвочки. Опять заново креплю нить и прихватываю это. Из старого листьевого воротника я сделал вот такую наборочку опять. Для того, чтобы окончательно завершить обмотку возле головы. Как раз мех очень подходит. Если у вас есть хвост от лисы, или даже кролик, или даже можно использовать, как я изготавливал, стример из ниток, можно использовать и такую пряжу. Мы здесь с вами закончим уже окончательно обмотку головы. Подровняем немного наш мех, чтобы он был более пушистый. и выполним намотку. Как можно плотнее, потому что район нашей головы, он очень, бычок у нас лобастый. Поэтому желательно, чтобы достаточное количество меха у нас поместилось. Вот, вышло достаточно. Теперь я окончательно креплю мех и займусь подстрижкой. Вот, друзья мои, я подстриг нашего бычка. Приклеил ему глазки. Немножко разукрасил, опять же, теми цветами, какие у меня были. И, как вы видите, наша очередная приманочка готова к рыбалке. По сравнению с этим бычком, наш новый бычок весит 14,5 граммов. Вполне достаточно для рыбалки практически на всех глубинах и течениях, какие только могут быть в нашем регионе. Благодарю вас за внимание. Всего вам наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин